Ну, то есть волевой импульс становится сильнее. А если тебе надо на работе удержаться, тогда статические упражнения. А если ты не понимаешь, что делать в жизни, все запуталось, тогда пост. Пост прочищает сознание человека и ясная картинка. Видение событий, вы говорите, Олег Геннадьевич, как вы можете видеть будущее? Это с помощью поста достиг. Я каждый день не ем до обеда, по 16 часов пощусь каждый день в своей жизни. Уже 20 лет. И это дает мне силы чувствовать очень тонко людей. Я вот это достиг с помощью поста. С помощью йоги я научился преодолевать трудности, ну, то есть пробивать судьбу. А с помощью бега научился волевой силе. Быть собранным, вовремя все делать в жизни. И каждый из вас может так же сделать. Это не сложно. Я вам рассказал методы победы над судьбой. Также есть еще другие методы, которые связаны не просто с телесной практикой, а они связаны с духовной практикой. Ну, то есть есть телесные методы, я вам их рассказал. Есть психические методы, я вам их расскажу попозже, потому что вы уже перегружены информацией. Сегодня сейчас ответ на вопрос немножко будет по лекции. И есть еще духовные методы. Завтра мы поговорим с вами о том, как в семье гармонии достичь в отношениях раз. И я поговорю о психических методах наполнения силу как получать и духовных. Хорошо? Теперь по лекции ваш вопрос. Да? Именно по лекции. Вот смотрите, сейчас вам объясню. С шести утра и до двенадцати дня это самое важное время в жизни человека. В это время человек должен обязательно помолиться и укрепить свое здоровье и пожелать всем счастья. То есть пока солнце поднимается вверх, человек лечится и наполняется духовной силой, побеждает судьбу. Судьба не побеждается, когда солнце идет вниз. То есть солнце это как бы колесо времени, ее называют кала-чакра. Кала означает время, чакра означает колесо. То есть солнце называют колесом времени, то есть солнце двигает время. Понимаете? То есть ну и мы поэтому по солнцу и время у нас по часам. По солнцу. То есть солнце пошло вверх, это значит у человека оптимизм увеличивается, жизнерадостность, силы, петухи поют, птички поют. Ветер движется. В это время начинается движуха, ну то есть жизнь. В это время человек должен работать над собой. Рано утром, в 6 утра, в 6 утра, даже раньше, потому что солнце же вверх идет с 12 ночи. И вот где-то с 3-4 утра до 7 где-то это время молитвы. Самое лучшее, до 7 утра. Потом с 7 до 9 самое лучшее время для зарядок, там разминок. С 9 до 11 самое лучшее время для того, чтобы умственно прорыв какой-то сделать. Допустим к экзаменам готовить самое лучшее с 9 до 11 время. Там запоминать что-то там, какие-то для себя выводы сделать в жизни. И с 11 до 1 час самое лучшее время для того, чтобы поесть. И как бы, чтобы у тебя все хорошо усвоилось, переварилось там и так далее. Хорошо. Дальше. Вот подобные вопросы по лекции. Ваш вопрос. А в позе алмаза вы не делаете? Как? В позе алмаза вы стопы не будут деформироваться? Да, вот у меня уже деформированные. То есть я когда хожу, у меня как ласты. Нет, у меня просто болят. Я сейчас вам все объясню. Вы привыкли к моим шуткам, да? Нормально? Вам нравится? Не удивляйся, если же такое говорю, непонятно. Мне просто, я юморист по природе. У меня просто дедушка, в которого я уродился, он постоянно шутил. Я вот запомнил одну шутку, он тарелку облизывает, облизал всю тарелку, показывает мне, говорит. А мне всего три с половиной года было, я смотрю. И он говорит, видишь, сынок, вот так делать не надо. Я теперь тоже тарелку облизываюсь. Научил. Ну ладно, это шутка. Итак, мои хорошие, слушайте меня внимательно. Когда вы садите в позе алмаза, в это время лечение начинается со стоп. И вы посидели в позе алмаза, если это не болит, а просто ноет, это значит, что все нормально. После этого тоже будет ныть. И это будет длиться у вас лично три с половиной месяца. Если вы будете каждый день по 20 минут позе алмаза сидеть, через три с половиной месяца стопы перей болят, и потом начнут болеть колени. Уже болят. Значит, вы неправильно это все делаете. То есть, значит, время слишком много. Если все сразу болит, это неправильно. То есть, дайте организму лечиться по очереди. Это все лечение. Когда человек бегает, у него тоже все начинает ныть. Сначала колени, потом суставы, это тазобедренный, потом голеностоп, потом позвоночник. Все проноет, это все лечится, восстанавливается. То есть, человек бежит, у него энергии больше в организме, и сразу организм начинает лечиться. Тут же он хочет воспользоваться возможностью. Понимаете? Идет лечение. Статические упражнения, они лечат связки, кости. Понимаете? То есть, они более глубоко лечения направляют. А динамические упражнения лечат суставы, сосуды, что-то такое вот как, ну такое лечение. Для того, что нужно для бега, лечит динамика. А то, что нужно для статики, то статика лечит. У вас сейчас, вот прямо сейчас, лечатся связки голеностопа левой ноги. Понимаете? Потом пролечится, правой начнут лечиться. Потом левое колено сейчас тоже уже потихоньку лечится. Пролечится, правая будет болеть. У меня так, я тоже так, для меня это было неожиданно. У меня никогда не болели, не ныли тазобедренные суставы. Понимаете? Я набегался, ну как бегаю, бегаю, бегаю. У меня сначала правое колено заболело. Мне друзья говорят, вот видишь, бегать нельзя, потому что суставы стираются. У тебя начали стираться, скоро уже сотрется, и тебе надо будет заменять колено и сустав. Ну я подумал, так, да, классно, у тебя мышление. Ну как бы для машины. Ну то есть, ну человек думает, что у нас в организме как в машине, да. Стерлись колодки, надо менять. Вот, это глупость, просто глупость. Но этой глупостью заполнил весь интернет. Понимаете? Вот. У меня поболело правое колено около 4-5 месяцев. Больше всего, видно, самое больное было. Потом тазобедренный сустав заболел. Я такой, как на клюшках хожу, такой после бега. Думаю, вот это интересно. Вот, походил как на клюшках 3 месяца, потом другой тазобедренный заболел, потом левое колено, потом голеностоп, потом следующий голеностоп, потом позвоночник весь проболел, потом сердце даже, мозги, глаза, все переболело, короче. Все переболело, и потом сейчас вообще ничего не болит. 16 километров пробегаю, вообще как конь. Но я старею, понимаете, я не молодею. Все пролечилось. То есть, это о чем говорит? О том, что организм самовосстанавливающаяся система. А не то, что там колодки стерлись, менять надо. Геморрой вылез, все, теперь надо только отстригать, да? Вот, это неправильно, все назад залезет, если правильно будешь как бы жить. А? А у тебя есть мясо, потому что это кушает? А? Нет, например, некоторые инфекторы говорят, что у вас мясо не кушает, а у вас мясо вообще не кушает, и еще не кушает, если это правильно. Ну, мясо вообще лучше не кушать. Вообще лучше не кушать, это не полезная пища для человека. Ну, это я вам зря сказал, конечно, преждевременная информация. Вы думаете, ну все, Олег Геннадьевич, я на лекцию больше ходить не буду, это уже чересчур. В Узбекистане плов не есть, это вы что вообще, как бы, Олег Геннадьевич, проклинаете, что ли? Плов, между прочим, можно и без мяса кота, вот такой вот. Ну, ладно. А какие молитвы писали на Львове? А молитвы ваши, это другая тема, то есть человек должен читать молитвы, которые в его вере находятся. И надо понять, что существуют молитвы, которые дают человеку, ну, удачу в жизни. Это примерно такие, это псалмы в православии, или намаз, как бы, азан в мусульманстве. Понимаете, это не молитва, побеждающая судьбу, это настрои, это позитивные настрои, поэтому они длинные, там много слов. Вот. Но молитвы, побеждающие судьбу, они короткие, и они действуют, как стрела, которая летит вперед. Это молитвы, прославляющие Бога. Аль-Хамдулиля, 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 Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Это Богу хвала только уже у христиан. Аль-Хамдулиля, это Богу хвала у мусульман. Понимаете? Ну, то есть, вот это молитва, побеждающая судьбу. Или Аллаху Акбар, Аллаху Абар, Бог велик, Бог велик, Бог велик. Это молитва, побеждающая судьбу. Вот я вам включил такую молитву. Нет, нет, Олег Геннадьевич, это не надо. Почему? Потому что страшно же, судьба изменится. Благодарю вас, Олег Геннадьевич. Такое счастье видеть вас. Взаимно тоже. Вот смотрю на вас и испытываю счастье. Спасибо вам большое. Хотела задать вопрос. Достаточно много пожил каждый день, занимаюсь йогой. У вас все классно, я вижу, да? Замужем, нет? Замужем, да. Видите, уже все, опоздали все остальные. Так, хорошо. И хочу передать большой привет от моего супруга. Мы там приезжали в 2014 году на фестиваль «Кладость». Те остальные тоже должны приехать хотя бы раз в жизни. Очень-очень рекомендую от всего сердца всем. Достаточно много хожу, занимаюсь йогой, вегетарианка, но очень часто болит голова. А это уже, понимаете, вот это не динамическое напряжение, а статическое. Йогу надо делать долго. Вот если вы будете делать такое упражнение, то есть ножки кверху, называется поза свечи, и доведете его до 20 минут, до свидания, головная боль. После этого надо обязательно достаточно долго делать такие упражнения. Вверх-вниз, это шея, и вот так. 20 минут поза свечи сразу не получится. У вас на шестой минуте начнется очень тяжелое состояние. То есть вы постепенно двигаетесь, двигаетесь вперед. Через месяца 4, когда вы сможете делать минут 12-13, вы увидите, как прямо вот что-то пробьется, и вам легче в голове станет. А если будете делать 18 минут, вообще забудете, что такое головная боль. Болевая боль. Это статическая нагрузка, это не динамическая нагрузка, вам нужна была по-женски, вы там победили все болезни, вот там у вас были проблемы, а статическая у вас в голове. И это не только головная боль, а нарушение сна еще во второй половине ночи, это тоже отсюда идет. Мужчина сзади. Да, вот ваш вопрос. Мужчина сзади, сзади, вот девушка, вон сзади мужчина. Сзади, совсем сзади. Здравствуйте, Олег Геннадьевич, рад вас очень видеть. Взаимно, взаимно. Я хотел спросить, как вы говорите, я раньше занимался спортом, ну и сейчас занимаюсь, всегда был активным, но последние, так скажем, 7 лет, хроническая усталость, бывает лень, какие моменты были? Понимаете, вы сейчас по судьбе атакованы энергией солнца, вы перегреты, поэтому вам надо, перегрев, когда у человека, ему нужно делать статические упражнения и пост на воде, плюс контакт с водой, бассейн, плюс больше зелени, больше сырой пищи, и постепенно, через 2-3 месяца вы начнете чувствовать улучшение, потому что вот эта энергия солнца, она скапливается медленно у человека внутри, и она выражается в виде разбитости, усталости, вялости, полевого бессилия, эмоциональности, гневливости, воспалительных процессов в организме, волевой импульс становится очень слабым, это признак перегрузки энергии солнца. Лечение, неподвижное положение тела, пост на воде, вода в целом, и можно также лечиться с помощью энергии деревьев, можно вставать к деревьям спиной, особенно к толстым деревьям таким, лиственные будут давать спокойствие, а хвойные тонус, силу будут давать, ну то есть лечение деревьями, лечение водой, баня хорошо подходит, сначала холодная, потом горячая, потом опять холодная, заканчивать холодным всегда. Вот, все, сырая пища, зелень, все это вам поможет вылечиться, бег вам не поможет. Спасибо большое, еще один вопрос, по лекции? Да. Вчера была лекция, вы сказали очень хорошую вещь по поводу того, что продвижение по карьере, продвижение по работе, по социальному статусу дает ответственность, и мне это очень неприятно. Можно я вам кое-что скажу? У вас хорошие вертикальные связи, у вас природное очень глубокое уважение к старшим, поэтому вы можете достигать вверх, идти вверх. Но у вас плохие горизонтальные связи, вам тяжело дружить, и поэтому ваша деятельность, она тормозит с точки зрения продвижения, допустим, если это продажа, то тяжело продается там и так далее. То есть потому что горизонтальные связи с друзьями, с соратниками не хватает контакта, и у вас чуть-чуть лучше, но тоже проседает контакт с младшими. То есть вы, как бы, сострадания не хватает, понимание, что они имеют право на ошибку, потому что они младше тоже не хватает. То есть самые лучшие у вас вертикальные связи на втором месте с младшими и хуже всего горизонтальные связи. Да, спасибо большое. Ну, я имел в виду чуть-чуть другое еще, в том плане, что по факту проявление ответственности, проявление любви, оно по факту в жизни, оно не происходит, ну, по крайней мере, не дает рост в карьере. А, допустим, дает такие методы, к примеру, не совсем красивые методы, не совсем правильные методы. А, хорошо. И не подставы. Я понял, понял. Супер, спасибо вам. Я понял. Хороший вопрос. Это хорошая тема, но она больше, конечно, для бизнес-семинаров. У меня есть бизнес-семинары в Москве и в Питере. Я расскажу вам это, и раз это вас волнует, я вам расскажу эту тему. Смотрите, то есть у человека есть благочестие, это то, что само дает ему удачу и держится всю жизнь. А есть сила. Сила — это тоже такое же благочестие, но просто это благочестие, которое ты берешь в руки, как бы, и начинаешь им давить на что-то. Ну, то есть, следует знать, что когда ты просто живешь правильно, то тебе по жизни, по судьбе в свое время приходит то, что потом остается с собой навсегда. Есть еще второй вариант. Когда ты силой забираешь то, что ты хочешь получить. Такое тоже возможно. С силой, хитростью или с помощью... Есть разные виды сил. Например, связи — это тоже сила. И есть волевая сила, есть физическая сила. То есть, когда человек силой что-то завоевывает в жизни, то судьба действует таким образом. Он может силой держать у себя то, что он завоевал, только до тех пор, пока не наступает плохой период жизни, связанный с этим. Плохой период наступает, все обваливается и все. И вы можете просто взять и проследить за теми людьми, которые так действуют. Они могут так жить на каком-то промежутке времени. А потом все заканчивается или потерями, или тюрьмой, или что у них забирают и так далее. Понимаете? Ну, то есть, в целом, как бы, что касается силы, то... Нет такого, чтобы это сильно возбранялось. Понимаете? То есть, если человек сильный, он может силой как бы добиваться своего. Но если эта сила калечит других, ты, несомненно, за это будешь очень серьезно отвечать. В целом, сила — это всегда хорошо, но если это на костях других, то ты никогда не получишь конечного результата хорошего. Но если человек силой своей внутренней добивается чего-то, он должен потом добрыми делами нейтрализовать это все, или он все теряет. Ну, то есть, другими словами, можно получить все, потому что ты хороший человек, а можно этого добиваться как-то. Ну, тогда попробуй столько добрых сделок потом сделать, чтобы это у себя удержать. Что касается взяток там и так далее, и всего прочего, то... Это называется обман. И когда человек обманывает, он в любом случае теряет все. Или если он не теряет, будет еще хуже. Потому что если человек все-таки может силой удержать до конца жизни все, что он обманным путем накопил, дальше в ад надолго. Ну, то есть, если ты обобрал всех вокруг, значит, судьба потом отберет тебя. Но, скорее всего, все заканчивается раньше. То есть, мой опыт показывает, что 10 лет — это максимум, сколько человек может обманом или жестокой силой удержать у себя в латисти богатства, если он не делает добрых дел. Если он делает добрые дела, эти сроки отодвигаются. Но если в целом как бы его стиль такой, то это однозначно заканчивается печально. Всегда и у всех. Ну, понимаете, даже тот момент, что вот, допустим, для чего нужна власть, для чего нужно богатство, для чего нужны деньги. Счастье человек получает только от любви. Если, допустим, ты всех подминаешь под себя, ты как бы всех там жестишь со всеми, подкупаешь там и так далее. Где любовь-то? Где счастье? Чего ты такой жизни хочешь? Чего ты получаешь в конечном счете? Что ты как бы пальцы веером и все. А что? Ну, где как бы? Что? Я часто мимо бизнес-класса прохожу, когда в самолете. Знаете, иногда такие. Не всегда, конечно, но иногда бывает такое сидит. Ева, проходите мимо. Ну, знаете, ну, как бы, я же вижу людей внутри. Я этим не вдохновляюсь. Мне вот лично этого не надо. Вот такого, понимаете, потому что человек ничего не приобрел. Он только потерял. Он потерял близких, которые смотрят его кошелек, а не в его сердце. Он потерял друзей, потому что настоящие друзья отвалились, а подхалимы пришли. Ну, то есть нету жизни-то. Ничего хорошего. Это глупо так вообще, глупо вот именно так добиваться счастья себе. Но вы скажете, ну, у нас такая среда, такое общество, что по-другому никак. Я с этим не соглашусь. У меня есть мои знакомые, очень серьезные люди, высокопоставленные даже люди, даже на уровне правительства. Ну, не буду говорить, кто конкретно. Они учатся жить правильной жизнью, испытывают счастье, имеют друзей, деньги направляют на добрые дела и чувствуют себя супер. Понимаете? И самое лучшее с ними остается рядом, а самое дерьмо отваливается само. Понимаете? То есть культура быть успешным и богатым тоже существует. И то, и другое есть. Можно вот так и в дерьме, а можно вот так и не в дерьме. Выбирай сам. Понимаете? Но силой завоевать все можно. Я также могу сказать еще кое-что. Я тоже это изучал и пробовал на своей практике жизни. Если, допустим, кто-то, а такое было, силой пытается меня куда-то засадить или оклеветать. Ну, понимаете, когда человек известный, то всегда находятся те, которые как бы действуют вот так. То у меня, я вам сейчас научу, все очень просто. Если вы это будете делать, вы получите этот результат. То есть вы в неподвижное положение тела, в позу алмаза, допустим, начинаете слушать тех, кто молится, молиться вместе с ними, входите в это молитвенное пространство и находитесь в нем до тех пор, пока страх вот этого насилия в вашем сердце не пропадает. Вот вы чувствуете, что вам уже не страшно, вы не чувствуете напряга от того, что с вами хотят сделать, да? Легкость, спокойствие в сердце. Но насилие-то идет, оно никуда не делось. Это значит, что ваша сила внутренняя стала сильнее силы агрессии. То есть сила агрессии – это не то, что тебе положено по судьбе. Это просто желание человека. Он хочет своим желанием тебя сломать. Ты просто в неподвижное положение, тело, молитва. И дальше, когда ты стал сильнее его желания, то дальше есть два варианта. Первый вариант – попробуйте простить этого человека и с любовью думать о нем какое-то время. И если вы видите, что он как бы до него дошло, не надо беспокоиться, он передумает. Вы почувствовали, давления уже нет. Если давление продолжается, несмотря на ваши добрые мысли, прощение, сострадание к этому человеку, то дальше делается следующее. Вы просто Богу в сердце говорите. А теперь пускай вся его сила пойдет против него самого. И вот так оно и будет. Чем больше человек будет усилий прилагать к тому, чтобы вас разрушить, тем больше он будет разрушен сам. И у меня есть пример даже такой, ну я не буду свои примеры рассказывать, у меня есть пример, одни мои знакомые в Питере, у них фирма была своя, и просто пришли к ним старшие и сказали, если не отдашь, значит посадим. Мы с женой работали. Они начали делать то, что я сейчас сказал, и сели эти люди сами. Причем у них не было влияния такого, чтобы их посадить. Они просто сели, потому что пришло время. Понимаете? И до сих пор отдыхают, думают о жизни, изучают, как правильно жить и так далее. Понимаете? Ну то есть на каждую силу есть другая сила всегда. Не надо думать, что это вот такое беспредельное, как бы с этим ничего не сделаешь. Надо просто уметь учиться, как влиять на свою судьбу. И ответьте. Ну в целом, как бы мы общество не изменим, есть всякие тенденции и всякие глупости. В целом, если вы скажете, а что такое, почему, Олег Геннадьевич, люди обманывают, взятки берут, и почему они имеют высокое положение в обществе? Я объясню. Если кто-то имеет высокое положение в обществе, это всегда означает только добрые дела, которые человек делал в прошлом. Эти добрые дела дают человеку власть, силу и влияние. Поэтому всегда тех, которые имеют это, надо уважать. Понимаете? Потому что человеку Бог просто так ничего не дает. Если человеку дали, значит ты его уважай, потому что он Богом поставлен. То, что я вам вчера говорил. А как он этим пользуется? Это его проблемы. Бог с ним разберется. Не волнуйтесь так, что мало не покажется. Поэтому, когда человек имеет много, у него два варианта. Или сильно долго в рай, или сильно надолго в ад. Понимаете? То есть очень высокая ответственность перед многими людьми. Или ты всем пользу приносишь, и тогда надолго в рай, или всем вред, тогда надолго в ад. Поэтому выбирай, что тебе больше понравится. Правильно. Все равно уважать надо. Бог поставил человека над тобой. Уважай, иначе хуже будет только. Вы поняли, о чем я сказал? Для вас. Что мы иногда между слов разговариваем друг с другом. У вас была просто в жизни проблема. Вы не сдали определенный экзамен в отношениях со старшими. И я вам просто советую так не делать, потому что можно вообще всю свою жизнь искалечить. Ваш вопрос? Да? Какой он наладит режим дня? Если вы вставали? Для кого вы пытались не подключать? Наладить режим дня? Вставать пораньше? Вот смотрите же, дорогие мои женщины, которые сильно слушают мои лекции и сильно вдохновлены ими. Пожалуйста, меньше 7-8 часов спать нельзя. Запомнили? Если вы попытаетесь это делать, вы разрушите свое женское здоровье. Не будьте фанатиками. Для того, чтобы рано вставать, надо рано ложиться. Понимаете? Принцип такой. Не легла рано. Вот я, допустим, вчера лег полдвенадцатого, встал полседьмого. Сегодня. Почему 7 часов надо спать? Почему так поздно лег? Потому что... Любовь. Вы меня придушили немножко. На часик. Но только. С вопросами. Вот. Если уже без шуток, да, то женщина может это сделать только с помощью подружки, которая сидит рядом. Надо звонить друг другу, говорить, моя хорошая, сегодня встаем пораньше и ложимся. И только так. Больше никак невозможно сделать. Невозможно просто. Женщина сама не встанет, это невозможно. Одна женщина включила вместо будильника, поставила мою лекцию. Про режим дня. И лекция, ну, где-то на полчаса, на полчаса где-то слушала, потом вставала. Можно, есть разные методы. Можно 10 раз повторить вслух молитву. Когда человек повторяет вслух молитву, включается разум. А именно разум управляет самоконтролем. Ну, то есть человек повторяет. Альхамдулили, альхамдулили, альхам... На 10 раз где-то уже может встать. Ну, легко встать. Попробуйте. Или я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. На 10 раз уже все, бодрячок. Но очень трудно вслух сказать что-то, когда человек лежит. Но если он начал это делать, он может встать потом. Также следует знать, что если обожралась на ночь, как бы, тортом, то встать не сможешь все равно. Есть такой анекдот. Человек достает торт такой вечером, уже поздно. И он послушал лекции по режиму дня моего. Такой сидит, думает. Ну, Олег Геннадьевич уже, наверное, спит. Уже можно.